Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу вам свои последние покупки для дома, декора и уюта из FixPrice, Leroy Merlin и не только. Также вместе с вами погуляем по FixPrice, покажу я вам очень красивые новинки, которые там появились и которые мне понравились. Естественно не все я покупала, просто потому что не все из этого мне нужно. Затем еще погуляем и по Leroy Merlin, тоже покажу вам очень интересные товары для дома, которые мне там понравились. Я вообще сама очень люблю смотреть подобного плана видео, потому что ехать специально в какой-то магазин, не знаю что там есть в наличии, не всегда удобно. А вот так вот посмотришь видео, поймешь, что там есть какой-то товар, который тебе действительно нужен и можно ехать или даже кого-то попросить купить. Поэтому хочу вам сегодня показать товары, которые мне в этих магазинах понравились. Надеюсь, что видео будет вам полезно. Если так, обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь, чтобы я знала, что вам такой формат видео интересен. Ну и приятного вам просмотра! Сначала давайте прогуляемся по FixPrice. Посмотрите, вот такие вот новинки там появились. Это лимонадники с краником в таком вот формалении с черной крышкой и черной наклейкой. Экранники тоже черные. На наклейке можно писать меловым маркером информацию. Стоимость 199 рублей. Кроме того, из этой же коллекции есть вот такие вот кружки с крышкой завинчивающейся и трубочкой. Стоимость 77 рублей. Ну и вот такие вот еще кружки за 55 рублей с крышкой, трубочкой, но уже без ручки. Это не новинки, раньше я их видела. А вот эти вот черные появились у нас совсем недавно. Такие вот формы для выпечки мне тоже очень понравились. Показались очень качественными. Стеклянные, из прочного стекла. Такие вот баночки у нас появились. Раньше у нас их точно не было. Многие из вас мне про них писали. Но вот в нашем фикс прайсе таких раньше не было. Баночки стеклянные в трех размерах. Стоимостью 149 рублей, 99 рублей и 55 рублей за самые маленькие. Вот такие вот боксы для хранения косметики вам показываю. Вообще в фикс прайсе нравятся мне эти вот пластиковые разные, самые разные контейнеры для хранения косметики. Мне кажется, очень удобные. И вот в соотношении цена-качество, мне кажется, оптимальные контейнеры. И показываю я вам, насколько они разнообразные в фикс прайсе. То есть можно выбрать действительно под разные цели, под разную косметику. Такие вот свечки мне понравились. Это у нас новинки. Таких раньше тоже не было в нашем фикс прайсе. Коробка у них такая немного бумажная, из плотного картона. Открываем, и там свечка находится с крышкой. Запахи у них довольно приятные, мне понравились. Такие вот декоративные украшения деревянные тоже мне приглянулись. С надписями Family, Love и Friends. Стоимость 99 рублей. Такая-то шкатулка тоже понравилась. Ну, знаете, она не сказать, что прямо очень качественная. То есть видно, что не очень дорогая. Вот эти вот даже железные крепления, сгибы, видно, что не самые дорогие. Но вот в соотношении цена-качество тоже мне показалась неплохая вещица. Для хранения самых разных мелочей, мне кажется, очень удобная штука. К сожалению, не открывается, посмотреть, что внутри не получится, поскольку она запечатана. Ну, вот показываю, как могу. И вот такие вот еще подставки мне понравились. Мне кажется, на эту подставку можно не только цветы ставить, но и использовать, например, на кухне, для того, чтобы какие-то специи ставить, или бутылочки с маслом, ну, невысокие, конечно же. То есть для декора, кухни и других комнат, мне кажется, тоже неплохая вещица. И покажу вам бегло другие коробочки-шкатулочки из дерева, ключница, полочка тоже деревянная. Конечно, вещи сразу видно не самые качественные и дорогие, но как вариант недорогого хранения и декора, мне кажется, неплохие. И далее давайте быстренько пройдемся по Леруа Мерлен, покажу, что там мне понравилось из товаров для дома и декора. Качество, мне кажется, немного получше, чем в фикс-прайсе, ну и цены, соответственно, немного тоже повыше. Такие вот журнальные столики мне понравились, внутри можно хранить подушки-пледы. Подобные столики есть и в Икее. Такие вот пуфики мне там понравились. Представлены они в сером и желтом цветах. Очень много красивых, действительно красивых свечек в Леруа Мерлен. Такие вот мне больше всего понравились. Запах у орхидеи, по-моему, мне показался самым вкусным. С деревянной крышкой они. Цена 596 рублей. Такие вот очень милые ящики для хранения в детской. Я, конечно, не знаю, сколько они практичные, потому что они очень миниатюрные. Но в качестве декора, может быть, кому-то подойдут. Вот такие вот стеклянные вазы-креманки мне там понравились. Интересная форма, 198 рублей штука. И вообще в плане ваз, кстати, там есть очень такие интересные, недорогие варианты в современном стиле. Продолжение следует... Часы вот такие вот нам очень понравились. Они очень большие в диаметре и имеют интересный вид. И смотрите, для хранения на кухне понравились мне вот такие вот держатели для тарелок. 185 рублей штука. Черные металлические в современном таком минималистичном стиле. И вот такие вот доски я там заметила. Раньше такие не видела. Очень похоже на доски Джозеф Джозеф, только доски Джозеф Джозеф стоят в районе 4, по-моему, тысяч рублей за набор. А эти стоят 742 рубля за набор. Единственное, только размер у них не очень большой. Ну, мне кажется, довольно такой универсальный, неплохой универсальный размер. Ну, и давайте покажу, что я в итоге в фикс-прайсе взяла. Покупила я сегодня, можно сказать, сплошное стекло. Все стеклянное. Давайте сначала покажу вот такие вот баночки. В своей организации хранения на кухне я использовала подобного плана банки. И мне многие писали, что такие есть в фикс-прайсе. Но просто я вам даже для сравнения хочу показать, что они немножечко другие. Они действительно очень похожи. Это так. Вот такие я использовала ранее. Это фирма вот эта вот Паша Бахче, а вот эта вот фикс-прайс. Вот эти вот немножечко больше в объеме, как мне кажется. Ну, они точно больше. У меня здесь уже наклеечки нет. Не помню, я сколько они в объеме. В любом случае, они действительно очень похожи. Фикс-прайсовские дешевле. Ну, немного, но дешевле. По качеству мне показалось, что они, ну, в принципе, такие, знаете, неплохие банки. Довольно герметично закрываются. В общем, банки мне показалось, что неплохие. 149 рублей штука. Взяла я таких три штучки. От этой же фирмы, по сути, есть банки еще и поменьше. Мне кажется, и побольше тоже я видела в размере. Но мне больше были не нужны. Такие вот поменьше еще я взяла пять штук. Тоже можно использовать, конечно, их в разных целях. Вот маленьких баночек у меня не очень много. Можно и орешки хранить, специи, в принципе, тоже можно хранить. Ну, я как раз для специй и взяла себе эти банки. Стекло довольно толстое у них. Ну, мне кажется, неплохое. Вот эти вот крышечки с прорезиненными такими штучками. Но, знаете, это вот не резина. Они все-таки такие какие-то твердые, мне кажется, со временем. Ну, могут испортиться со временем. В отличие вот от этих Паши Бахчей. Здесь прям такая очень мягенькая резина. Ну, вот это вот точно надолго. А вот это вот, ну, вот у меня под сомнением. Вот, если вам видно, она прям жесткая очень. Ну, тем не менее, за 55 рублей штуку, я думаю, что все равно можно взять, попробовать. А там уже будет видно. Объем у них 270 миллилитров. Вот у этих объем 1,3 литра. Фирма Китчен. Так, далее. Взяла я вот такую вот тоже стеклянную форму. Мне показалось, она очень основательной. Такое толстое действительно стекло. И в таком размере у меня, как раз мне не хватало, в общем-то, формочки. Здесь можно и какие-то спеканки делать, и пироги печь. Где-то примерно, по-моему, 18 сантиметров она в диаметре, не очень большая. Ну, вот мне такая нужна была. И я нашла в экспрессе, была очень рада. Потому что, ну, знаете, по виду вроде бы очень качественная. Как в дальнейшем себя поведет, не знаю, будет видно. Этикетку я, к сожалению, уже выбросила. Но помню, что написано было, что данная форма изготовлена из бора, по-моему, силикатного стекла, очень прочного. Которое можно мыть и в посудомойках. И не сильно оно подвержено разного рода повреждениям, то есть царапинам. В общем, будем пользоваться. В итоге, я думаю, что расскажу, как оно себя поведет. Пока сама не знаю. И далее хочу показать вам еще одну свою покупку из фикс прайса. Многие из вас мне писали, когда я показывала свою организацию, своей, скажем так, постирочной зоны. Мне очень многие написали, что жидкие моющие средства, либо кондиционеры очень удобно хранить в, допустим, вот таких вот лимонадниках из фикс прайса. И я, честно скажу, не очень хотела я покупать, но когда увидела вот этот вот, раньше таких я не видела. Мне кажется, они какие-то новые, вот именно с этими черными, черными, как это называется, полями для записи. Здесь можно написать меловым маркером, что конкретно хранится. Да, такие же, в таком же стиле чашки. Тоже здесь можно подписывать. Мне просто они по стилю очень понравились. И мне они как раз-таки по стилю подходят очень сильно, поэтому я решила все-таки взять такую штуку. 199 рублей, по-моему, вот это вот стоило. Вот этот лимонадник с краником. И две чашки с крышечкой соломинкой и с ручкой. Крышка завинчивающаяся. На соломинке здесь такая прорезиненная штучка, чтобы она не выскальзывала из крышки. В общем, сделано все довольно качественно. Единственное, конечно, просто надо понимать, что такие вот чашки мы в посудомойке мыть не сможем. Потому что здесь вот это вот все-таки наклейка. И мало того, даже руками, я думаю, что мыть надо будет, ну, так деликатно, я бы сказала, не замачивать. Но, в принципе, я не думаю, что это какая-то большая проблема. Зато вот внешний вид мне именно понравился. Не только мне, Алисе, кстати, тоже приглянулся. Просто действительно, что касается моющего средства, если его переливать в какие-то маленькие баночки, я видела очень красивые банки, знаете, для жидкого мыла, например. Очень красиво бы они смотрелись. Но, тем не менее, они все где-то, ну, примерно по 500 миллилитров. А если я покупаю жидкое моющее средство 3 литра, мне его постоянно доливать. Но это будет не очень удобно. То есть дополнительные какие-то сложности создавать в лишнее время. В общем, я решила, что лучше возьму я такой все-таки лимонадник, перельешь сюда, как раз вот 3 литра он, перельешь все моющее средство и лишний раз не будешь об этом беспокоиться. В общем, спасибо вам, девочки, за совет. И решила я вам сразу показать еще свои покупки посуды из Ашана и из Леруа Мерлен. Ну, тут не очень много. В Ашане я в последнее время, когда захожу, обращаю внимание на посуду, вы знаете, мне кажется, очень неплохие там есть варианты. Причем цена такая вполне себе невысокая. Вот, например, взяла я такую минажницу. Стоимость ее, не помню точно, в районе 200 рублей. Мне кажется, для такой минажницы это вообще недорого. Потом, смотрите, взяла я там вот такие доски из камня в четырех размерах, точнее говоря, в трех размерах, большую, среднюю и две маленьких. Они изготовлены из натурального камня и на таких вот, я не знаю, как их назвать, это не доски, потому что они не деревянные. В подносах, наверное, да, ну, тире-тарелочках можно и сервировать на стол очень красиво блюда сейчас модно, в общем-то, именно вот в подобном виде на таких досках подавать разные блюда. И можно использовать как подставки при организации хранения, чтобы группировать предметы. В общем, я взяла четыре штучки, тоже они недорогие. Вот одна такая маленькая стоила, не помню уже тоже точно, в районе 60, по-моему, рублей. И вот вспомню, что все вот эти вот четыре доски и вот эту менажницу, все вместе у меня вышло в районе 700 рублей. В общем-то, мне кажется, это недорого. Это Ашан, еще раз напоминаю. И хочу показать Влера Мерлен. Взяла я вот такую очень интересную вазу с крышкой. Ваза стеклянная. Мне показалось, что она какая-то, знаете, необычная, что ли. Использовать ее можно, естественно, очень по-разному. Можно просто для декора какой-то там разместить декор. Например, воду налить, свечку туда пустить маленькую, плавать. Либо, если это Новый год, какие-то ветки еловые. Ну, в общем, для декора самым разным образом можно ее использовать. И, конечно же, можно в практических целях использовать для хранения, не знаю, печенья, сладостей, бисквитов, чтобы они не выветривались, да, не сохли. Или фрукты можно здесь разместить, тоже вот оставить на столе. Очень красиво будет, мне кажется. Единственное, да, у кого дети, с этим надо будет быть осторожными. У меня вот ребенок вроде бы ничего, чуть-чуть, не бил пока. Не знаю, можно попробовать. В общем, использовать можно по-разному. Такая необычная штука, мне кажется, очень симпатичная. Мне тоже в Леруа Мерлен, обратите внимание, если будете. В Леруа Мерлен, это вот, наверное, единственная покупка была, которую я вам покажу, потому что остальное было, ну, там, строительные материалы разные. Я думаю, что вам это не будет интересно. А вот для декора для дома, ну, вот это была единственная моя покупка. Двести, вот не помню, около двести, двести шестьдесят, что ли, рублей. Не помню, между двухстами и трехстами рублями она стоила. Тоже, в общем-то, не очень дорогая штука. Вот эти банки, кстати, в самом Леруа Мерлен, на стендах, там, где у них выставлена кухня, они демонстрируют, как банки для хранения сыпучих продуктов. Тоже, конечно, это можно делать. Единственное, ну, я не знаю, мне кажется, для сыпучих, для сыпучих, да, красиво, но все-таки стекло не очень прям толстое, есть шанс все-таки разбить. То есть, если использовать, все-таки использовать где-то, наверное, с осторожностью. Но, опять же, смотрите сами по своей аккуратности. Мне многие пишут, что стекло это непрактично, можно разбить и прочее. Вы знаете, у всех очень все по-разному. Кто-то бьет постоянно посуду, а у кого-то одна тарелка, не знаю, в год, может быть, разобьется. Поэтому, конечно, смотрите по себе. Ну что, а как тебе бутылочка, баночка для питья? Нормальная. Нормальная? Да. Класс. Я налила ей сок. У нас сок сейчас, который мы покупаем, он идет без трубочек, без каких-то дырочек. И вот удобно получается в такую как раз емкость этот сок переливать. И даже немножко вкуснее, да, Олец? Угу. Ну вот, как здорово. Прям очень вкусно и очень. Угу. Сама наклейка такая немножечко резиновая, то есть это не бумага, это что-то другое. То есть она, воздействуя влаге, подвергать ее можно. То есть воздействуя влаге, подвергать ее можно стирать тот же, вот, например, маркер меловой. Но все равно, я думаю, что мыть стоит аккуратно. Смотрите, еще такой момент, краник у нас, получается, не до дна достает. То есть я вот когда уже купила, подумала об этом, что если наливать сюда, ну, что-либо наливать, то средство вот здесь вот на дне будет оставаться. Причем, ну, в таком приличном, мне кажется, объеме, 300 примерно, мне кажется, около 300 мл здесь будет оставаться и не попадать в отверстие. Если мы используем по назначению, то есть для лимонада, например, у нас вся мякоть, допустим, лимонада сядет вниз и вот саму жидкость мы через краник сможем добыть. Но если мы используем не по назначению, для геля, например, для стирки, для моющих средств, то как-то придется приспосабливаться. Можно просто постоянно, я думаю, что доливать, и, в принципе, если постоянно пользоваться, постоянно доливать, то, ну, большой проблем, наверное, с этим не будет, не знаю, посмотрим. Как-то не получается, у меня нормально написать, нравится мне получается. А здесь можно какую-то другую информацию написать. Ласка, уход и восстановление. Это, конечно, забуду, но всякое бывает. Девичья память, знаете, какая штука. Так вот, у меня ровно 3 литра. Это мой любимый гель для стирки. Ну, ничего особенного. Но мне нравится и запах, и эффект. Это я имею в виду не на жидкие моющие средства, поэтому... Удобно получается, что вот эта упаковка на 3 литра. Ой, что-то у меня протекает, протекает, смотрите-ка. А, открыт он был. Вот так вот. Вообще-то, эти баночки взяла я для специй. Хотела вам показать. Вообще, специи храню вот таким образом. Ну, может быть, это не очень прям как-то красиво, но мне это удобно. Я не знаю, может быть, когда-нибудь я буду делать организацию хранения специй, но пока мне вот так вот удобно. То есть, у меня пакетик открыт, и я вижу, что тут находится. Или можно легко взять, насыпать сколько нужно. Я их даже не закрываю, как вы видите. Потому что что? Потому что, когда я беру, мне намного удобнее вообще вот не заморачиваться. Просто взять, насыпать в блюдо сколько нужно. В общем, мне так удобно. Ничего не просыпается, потому что стоит, в принципе, довольно плотненько. И вот этот вот весь контейнер стоит у меня в ящике рядом с плитой. Там, где я готовлю как раз-таки. Ну, а есть такие специи. Ну, вот, например, в таком пакетике мне вот здесь вот не очень удобно их хранить. Ну, вот такие вот, да, например. И вот мне привезли, допустим, вот такие специи. Ну, как вот их хранить? Вот в этом хранить не будешь. То есть, если я ее вскрою, то ее по-любому надо куда-то пересыпать. Вот для такого плана как раз специи я решила взять баночки. Ну, потому что просто иначе как их еще по-другому хранить, я не знаю. Все равно нужна какая-то тара. В общем, пересыплю я то, что у меня, так сказать, не в формате. Хранить хочу здесь вот над вытяжкой. У меня здесь, ну, может быть, такое не очень красивое место. Тут у меня и провода, и шурупы торчат. Но просто жалко, что пропадает это место. И вот так вот как-то оно, знаете, симпатичнее смотрится, что ли. Если баночками прикрыть, ну, даже не прикрыть, а просто внимание сакцентировать на баночках, а не на вытяжке. Когда открываешь этот ящик, то вроде бы как-то симпатичнее смотрится. Если будет нагреваться, я посмотрю, если будет нагреваться, переставлю в другое место. Но вытяжкой я редко пользуюсь, поэтому мне кажется, будет нормально. И последнее, что хочу вам сегодня показать, это вот такой вот цветочек. Цветок живой, называется вереск. Купила я его в магните, цена 179 рублей. Увидела буквально на кассе, не смогла просто удержаться, чтобы не купить. Мне кажется, очень такой он симпатичный. Продавался без горшка. Сейчас, я так понимаю, как раз сезон, когда вереск продается в самых разных магазинах по не очень высокой цене. И вот, знаете, купила, а потом задумалась, насколько вообще можно ли держать вереск дома. Я имею в виду и в плане ухода, и в плане примет самых разных. В общем, начиталась я, и теперь, не знаю, то ли нас деньгами засыпят, то ли неприятностями. В общем, кто что пишет, кто пишет то, что не стоит держать вереск дома. Я имею в виду в плане примет. Кто-то пишет наоборот. Магический цветок, привлекающий финансовое изобилие. В общем, я, конечно, в приметы настолько сильно не верю. Больше меня, наверное, даже интересует то, что можно ли его держать дома с точки зрения ухода. Говорят, что не самое простое в уходе растение, если держать дома, потому что любит прохладу. У нас дома тепло, надеюсь, что он выживет. Не знаю, посмотрю. Постараюсь обеспечить ему неплохие условия. Хочу хранить его. Точнее, не хранить, а держать его вот в этом горшке. У нас здесь прямых солнечных лучей нет. Думаю, что должно быть ему здесь комфортно. Посмотрим на его состояние. И, может быть, у вас у кого-нибудь был опыт общения с вереском. Я имею в виду содержание его дома в домашних условиях. Тоже поделитесь, пожалуйста. Не хочется, конечно, чтобы цветочек погиб. Я вот все мечтаю о своем доме, с садом, с декоративными растениями. Сделала бы я там, конечно же, очень красивый ландшафтный дизайн. Прям, не знаю, мечтаю я об этом. Но пока сада с домом нет, я имею в виду дома и рядом с ним сада, приходится довольствоваться комнатными растениями, содержанием их в домашних условиях. В общем, вот. Но в любом случае, живые растения, конечно, всегда радуют. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь. До встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok